Дом эстетики и медицины Формула События такого формата в наше время разворачиваются в разных странах мира. В России проект Art Battle впервые запустили именно в Челябинске. Я была в Амстердаме и через интернет узнала, что проходит некий Art Battle. Я пришла на мероприятие, мне оно очень понравилось. И когда я вернулась обратно в Челябинск, я решила, а что если провести такое же у нас в Челябинске? Буквально через месяц мы согласовали и я получила лицензию на проведение по всей России. По правилам Art Battle всего за 20 минут участники должны создать целое законченное произведение в присутствии зрителей. Это вообще что-то абсолютно невероятное. Это в режиме живого времени, только 20 минут, все, где такое увидишь? Все приходят в музей, смотрят картины, которые писались сотни лет назад. Это круто, но это не так интересно, наверное, как видеть то, что происходит прямо на твоих глазах. Я люблю модерн, я люблю кубизм, Пикассо, то есть это мое. И на первом раунде я именно захотела показать то, что мне близко. Я вообще рисую граффити, как бы делаю, вот, и у меня на рисунке изображена стена и цветок, как бы живой и неживой, и стена, она как бы ближе мне в плане холста. Ну так получилось, что я в детстве рисовала всегда горы, дерево, очень мощное дерево и рассвет или закат. И почему-то мне захотелось сегодня вспомнить детство вот таким образом. Я просто понял, что надо объединить две темы, которые я люблю, в одну, и вот, например, такой сюжет и получился. То есть я люблю Венецию, я люблю умноженную натуру, и у меня получилась умноженная Венеция такая. У меня просто, я сейчас сделала к Новому году серию котиков, кот на Власпеде, кот, рыбы, кот, кот. Я думаю, а что бы кота опять же не нарисовать? Вот, и решила кота нарисовать. Художники, они сами по себе творцы не только искусства, но и просто жизни. Поэтому очень важно, чтобы они участвовали в подобных мероприятиях. И поскольку это батл, здесь должен быть победитель. Его путем голосования выбирают присутствующие здесь зрители. Хочу сказать, что я под очень большим впечатлением от этого мероприятия. Во-первых, сам формат, он для меня новый, нигде я такого не видела ни у нас в стране, ни в других странах. Эмоции меня переполняют. Я удивляюсь, насколько это возможно за такой короткий отрезок времени сотворить шедевр. По итогам голосования победу присудили художнику из Екатеринбурга. Орел — это гордая птица. А именно на арт-баттле, я считаю, это параллельной такой стезой, как версус-баттл. Я как бы провозгласил себя орлом, который делает панч-лайн против всех. В планах у организаторов еще четыре тура в городах России. Затем финалисты каждого из них отправятся в Москву, где в таком же формате выберут художника, который представит нашу страну на арт-баттле в Амстердаме. Несмотря на то, что в европейской традиции более значимым зимним праздником считается Рождество, в зимних коллекциях западных дизайнеров выпускается немало вечерних платьев для нашего Нового года. Несколько идей от итальянских дизайнеров, которые шьют для реальных женщин, в продолжении выпуска. Определившись с программой новогоднего торжества, на десерт остается выбор праздничного наряда. А шикарный, Б остромодный, В идеально сидящий. Все эти пункты учла стилист-имиджмейкер Марина Синдюкова. И на примере новой коллекции итальянского бренда Елена Миро представила шесть идей, среди которых не только платья, но и комплекты, не уступающие в градусе торжественности. У современной женщины и есть выбор сейчас. Она может выбрать либо на торжество одеть платье, либо раздельный комплект. Преимущество сепаратных комплектов заключается в том, что можно неоднократно использовать эту одежду для торжественного случая и не повторяться. Согласитесь, это большое преимущество по сравнению с платьями, то, к чему привыкли большинство женщин сейчас. Поэтому, покупая, допустим, бархатный костюм, вы можете его носить как целостным, так и разбивая его на разные образы. Опять же, большое преимущество сепаратных торжественных комплектов – это то, что вы сможете потом использовать одну из вещей костюмного ансамбля, например, в повседневной жизни, для полуторжественного случая. В этом бренде вещи отлично сочетаются друг с другом за счет продуманной общей концепции и выдержанного стиля. Хорошо подобранные цвета, чистые линии соседствуют с качественными тканями. И, что характерно, марка имеет расширенную размерную линейку. Традиционные новогодние и праздничные фактуры – это бархат, пайетки, металлизированный блеск тканей. Бархат, да, эта тенденция появилась не так давно, но, тем не менее, она набрала обороты, и сейчас ни одна вечеринка не обходится без этой замечательной фактуры. Не бойтесь сделать образ гипертрофированным, да, соединить бархат с блестящей юбкой, с пайетками. Такой образ будет более торжественный, более выигрышный, вы станете более заметным. Еще одна фактура, которая традиционно используется в праздничной и вечерней моде – это изделие из тюля. Платья, юбки, топы в этом сезоне появились. Сегодня мы продемонстрировали вам образ с юбкой из тюля и дополнили его топом из пайеток. Обязательно не забывайте использовать аксессуары для того, чтобы создать торжественный комплект. Если образ незавершенный, он не кажется целостным, соответственно, вы не будете выглядеть гармонично в нем, потому что надеть просто платье, туфли и сделать прическу недостаточно. Гардероб современной женщины, даже элегантный и сдержанный, немыслим без интересных деталей и современных сочетаний. Ну а Новый год – повод попробовать что-то новое, отличающее нас от прошлогодней. Радуйте близких волшебством тайского СПА. Дарите сертификаты в Тайлутус. При покупке сертификата – второй в подарок. Закажите бесплатную доставку по телефону 222-0030. Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. Роскошь проявляет себя не только во внешнем виде, но и в подарках нашим близким, которые мы готовим к Новому году. Несколько идей в формате люкс представляет имидж-студия Елены Ивановой. Косметика Института Эстедерм Франция. Это Эриксон Лаборатория. Уход за любым типом кожи, за лицом и телом. Наша эксклюзивная косметика от Кюрбазар. Уход за руками и телом от Ларик. Косметика Голдвелл для ухода за волосами. Это линейка Дуэл Сенсис и Киросилк. Все эти продукты представлены в готовых наборах. Вы можете собрать наборы самостоятельно. Еще одно предложение в формате люкс получила название Королева Бала. Это экспресс-подготовка к торжественному событию в VIP-кабинете. Насыщение кожи кислородом на аппарате Мадонна Интра Сьютиклс. Идеальные брови от бренда High Definition. Работа Нелл стилиста. Новогоднее покрытие и работа парикмахера-стилиста. Процедура молекула красоты в продуктах Киросилка. Также укладка и стайлинг. И все эти процедуры вы получаете за 2 часа. Имидж-студия Елены Ивановой. Только роскошные решения на улице Свободы, 98. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь во всех смыслах вкусной. Продолжаем выпуск. Есть такая традиция – католическое Рождество в высшей отельной школе отмечать. Каждый год студенты и преподаватели устраивают тематические вечера. В этом году гостей пригласили на итальянский ужин. Почему Италия? Потому что так сложилось, что в этом учебном году занятие по кухне с нашими студентами ведет итальянский шеф-повар. В Италии также были практики, и мы решили соединить дизайнерские, так как у нас многие ребята делали наши декорации. И так как у нас Кайтана итальянец, мы решили соединить это все вместе, чтобы полностью насладились гостей Италии. Мы не хотели, чтобы у нас был просто прием, вот просто красивый ресторан, декорированный в итальянском стиле, красивое белье, красивая сервировка, там тоже с какими-то элементами итальянского декора. Мы хотели, чтобы еще была какая-то небольшая программа, потому что вот такие тематические проекты сейчас очень востребованы, и гостям просто есть и пить, потому что в красивом интерьере очень, наверное, интересно. Изысканная кухня, синхронная подача блюд. Для студентов этот вечер является рядовым экзаменом зимней сессии. Гости должны чувствовать себя как дома, то есть мы сегодня устраиваем именно уютный рождественский и итальянский вечер. Официанты для начала выходят одновременно, и по кивку, когда уже все готовы, одновременно ставят тарелочку. Это называется синхронный сервис. Она не обязательно, когда она выглядит очень красиво, то есть на таких больших мероприятиях, и даже на таких небольших, как наша, она выглядит очень красиво, очень достойно. Уже был представлен тартар из тунца, салат из замороженных овощей порезанных слайсами. Сейчас мы подавали... Да, там дуэт брускет был с говядиной и с томатами. И вот в данный момент они сейчас будут подавать скоро пасту с индейкой и сливками, и белыми грибами. Гости остались под большим впечатлением от мастерства и с удовольствием делились своими эмоциями. Такое чувство, что я окунулась в Италию, и приятно почувствовать Рождество. Итальянская кухня, конечно, потрясающая. Уровень сервиса высочайший. Я думаю, что в будущем специалисты будут очень даже высокого уровня. Меня подруга пригласила сюда, потому что у нее недавно был день рождения. Это был ее подарок. Столько всяких впечатлений, эмоций. Вообще все замечательно. Необычная подача, да, очень оригинальная подача. Нам понравилась особенно ракушка замороженная, внутри розочка была. Да, там розочка. Да, было необычно. Сервировка стола и высококлассное обслуживание на этом ужине – это далеко не все, что смогли почувствовать гости. Каждый ощутил себя маленькой частью большой итальянской семьи. Последние дни уходящего года – время подведения итогов. Финалы конкурсов, раздачи премий, планы на будущее. О том, с какими результатами завершился проект с помпезным названием «Царица Урала» смотрите прямо сейчас. Четыре города, 50 участниц, три месяца подготовки и работы над собой. Более ста вечерних нарядов, миллионы блесток и бесконечное количество положительных эмоций. Именно так проходит церемония коронации или же финал проекта «Царица Урала». Проект «Царица Урала» – это премьер этого года от нашей компании. Поэтому мы очень долго подбирали название проекта, чтобы соответствовало статусу. Да, мы и назвали данный проект самый статусный проект «Урал». Этот проект, он дает такие моменты для саморазвития, для вообще раскрытия своего потенциала. Поэтому изменения, они налицо. Проект «Царица Урала» нужен для того, чтобы научиться любить себя, своих детей, свою семью, своего мужа. То есть найти ту гармонию, с которой они должны идти дальше по жизни. Если вы сегодня видели голоса тех женщин, которые стояли на сцене, они настолько горят, они говорят о том, что женщине нужно, несмотря на то, что она обязана быть мамой каждый день, каждый день ходить на работу, но немного чего-то для себя. Борьба идет не только за корону и звание «Царицы Уральской», но и за главный приз – золотую карету в виде автомобиля. Жюри оценивает и женственность, и красоту, и умение подать себя на сцену. На самом деле очень приятно, что у них появился вкус, у них появился свой собственный какой-то стиль. Женщина прекрасна, потому что она мать, она дает жизни, она несет красоту в этот мир. Мы все ослепли от женской красоты, действительно, это вечер праздника. В этом конкурсе развели, я бы даже сказал, что с какой-то стороны это девушки, они яркие, красивые. Я вам хочу заменить, чтобы постоянно меняла состав, что я была приятной дебина, что одна крашена в поле. Два месяца упорной подготовки не прошли даром. Каждая из участниц открыла себя с другой стороны, примерила образ и стиль жизни царицы. Я наполнилась еще больше позитивом, я наполнилась еще больше любви. Я поняла, что люди еще больше разные и узнала очень много внутри. У меня открылось второе дыхание, открылось еще одно сердце для любви людям. Ой, я когда прочитала программу, она настолько засыщенная, яркая, катание на лошадях. Изобразительное искусство и так далее, но очень круто. Я просто пришла поучаствовать и посмотреть именно на это, а сам финал это просто шоу. Я считаю, что такие проекты помогают женщине переосмыслить себя, родиться заново, почувствовать себя новой, почувствовать себя желанной, открытой. Во мне этот проект открыл, наверное, еще больше уверенность, добавил больше женственности, потому что царица Урала, само название несет очень громкий цитум царица Урала. Как и положено, в любом конкурсе есть лишь одна победительница. Сегодня царица Урала стала участница из Челябинска. Это просто какое-то счастье, до сих пор не верится, что это произошло именно так. Это потрясающее ощущение. Я думаю, что женщинам необходимо участвовать в таких проектах в обязательном порядке, потому что это настолько наполняет жизнь разнообразием, смыслом, радостью. Это меняет оценку мира. Мы относимся к миру по-другому. Мы начинаем доверять, начинаем надеяться и делиться этой любовью, которая в нашем сердце появляется и растет, как нежный цветок. Сказочная атмосфера, танцы в бальных платьях, яркие впечатления и эмоции. Таким запомнился этот вечер. Успехом первого сезона довольны и участницы, и организаторы, и партнеры. Именно поэтому проект царица Урала получит свое продолжение. Запись на второй сезон уже открыта. Пусть в новом году будет больше возможностей проводить время с близкими. Пусть будут поводы надевать праздничную одежду. Пусть каждый день возникает желание выглядеть стильно. А за вдохновением добро пожаловать к нам. Искренне ваш модный дом я. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. До 31 декабря в салоне проходит акция 1 плюс 1. Покупая один сертификат, второе вы получаете в подарок. Территория тайского СПА. Улица Российская, 206. Элегантный дизайн новой коллекции. И неизменно высокое качество. За которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее о выпуске несколько свежих идей для обновления сезонного гардероба. Наряды к новогодней вечеринке, проходящей в ресторане или клубе, подбирают торжественные и яркие. Но что же касается праздников, домашней обстановки, семейном дружеском кругу, что ближе к российским реалиям. Здесь на передний план выходит комфорт. Самая универсальная идея, которая после праздников прослужит в рабочих буднях, это комплекты из юбки с жакетом или топом. В таких вариантах важно наличие фактуры более дорогих материалов, жаккарда или бархата. Ткань-жерси. В ярком цвете и в кружевном обрамлении – удачный баланс комфорта и нарядности. Платье с запахом делает образ невероятно женственным и утонченным. А глубокий синий цвет и флористический принт работают одновременно и в романтическом, и драматическом направлении. Шумные вечеринки и торжественные приемы хороши в меру. На смену им приходят уютные и домашние праздники со своей особенной атмосферой и ощущением тепла и любви родных и близких. Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин